Глубоко уважаемые коллеги! Как известно, рак кожи является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Среди многообразных гистологических форм злокачественных эпителиальных опухолей кожи более 90% составляют базально-клеточный и плоскоклеточный рак. При этом более 80% новообразований поражают кожу головы и лица, и данные опухоли имеют особое клиническое значение. Сохранение анатомического рельефа и функций жизненно важных органов лица является непременным требованием эффективного лечения и реабилитации пациентов. Выбор оптимального вида лечения проводится дифференцированно в зависимости от клинических и морфологических характеристик опухоли. Согласно современным международным рекомендациям, все формы рака кожи разделяют на опухоли с высоким и низким риском рецидива, что влияет на выбор метода их лечения. Так, для удаления рака кожи с низким риском рецидива возможно применение различных способов, как хирургических, так и консервативных. При удалении опухоли с высоким риском рецидива ведущим методом является хирургическое удаление опухоли либо микрографической хирургии ПАМОКС. Одним из эффективных современных видов лечения рака кожи является криодеструкция. Криогенный метод имеет целый ряд преимуществ, что было показано неоднократно в отечественных и зарубежных исследованиях. Научно обоснованное применение криогенного метода в онкологии стало возможным благодаря разработке прогнозирования эффектов криовоздействия на биологические ткани, а также благодаря созданию современной отечественной криогенной лечебной техники с ультранизкими температурами воздействия, которые позволяют эффективно охлаждать необходимый объем тканей до заданной температуры и надежно управлять процессом криогенного воздействия. Нами проведен комплексный анализ результатов лечения 352 больных с первичными формами рака кожи, головы и шеи, в арсенале лечения которых использовались криогенные технологии. Сроки наблюдения за больными после лечения составили от 2 до 14 лет с медианой 6 лет. Это позволило оценить отдаленные результаты в зависимости от клинических и морфологических характеристик опухоли. Более 90% больных в связи с распространенностью процесса входили в группу высокого рискового рецидива. Максимальный размер опухоли в данных случаях превышал 1 см. У 76% больных по показаниям были выбраны и применены криогенные лечебные технологии, в том числе криодеструкции опухоли и криолучевое лечение. На слайде представлена частота применения различных видов лечения в зависимости от гистологического строения опухоли. У 62% больных, страдавших базально-клеточным раком кожи, был использован метод криохирургии. В 74% наблюдений опухоль поражала особую, наиболее важную в эстетическом и функциональном отношении, а также сложную для лечения, так называемую аж-зону лица. Показаниями криодеструкции являлись опухоли с поверхностным, экзофитным, узелково-язвенным типами роста с четкими клиническими границами. Распространенность новообразований и частота применения различных видов лечения в зависимости от распространенности опухоли представлены на слайде. Следует отметить, что при первой стадии рака кожи метод криодеструкции был применен более чем у 80% больных. Криодеструкция опухоли выполнялась по методикам, разработанным в онкологическом научном центре. При этом проводятся три цикла замораживания естественного оттаивания тканей с таким расчетом, чтобы область криогенного некроза включала всю опухоль и захватывала окружающие здоровые ткани по тем же принципам, как и при хирургическом удалении опухоли. То есть это радикальное вмешательство. Возраст и сопутствующие патологии не были противопоказаниями для криогенного лечения. Так, одной из наших больных было 107 лет в момент проведения лечения. Выраженный экзофитный компонент опухоли также не был противопоказанием криодеструкции. После криогенного лечения формировались малозаметные рубцы. Были отмечены хорошие эстетические и отдаленные результаты, в том числе при сложных локализациях новообразований кожи, в области угла глаза, в области носа. Вы видите базально-клеточный рак крыла носа у пожилой пациентки до и после лечения малозаметный рубец. В области губ с сохранением форм и функций губ. Также метод давал хорошие результаты. При более распространенных процессах с четкими клиническими границами, а также при первичном множественном раке кожи лица, независимо от возраста пациента. Стойкое излечение после криодеструкции рака кожи было достигнуто у 97% больных с первой стадии заболевания. При более распространенных процессах данный показатель был около 90% стойкого излечения. В случае возникновения рецидивов заболевания они удалялись хирургическим способом. При инфильтративных, крайне распространенных формах рака кожи, радикальной криодеструкции не показано. Выбор оптимального вида лечения в подобных ситуациях является сложным. Для лечения больных с местно распространенными формами рака кожи нами совместно с сотрудниками радиологического отделения был разработан криолучевой метод, основанный на экспериментальных исследованиях и клинических наблюдениях. Метод осуществляется следующим образом. Непосредственно перед каждым сеансом облучения производится охлаждение опухоли до достижения температуры замораживания на границе опухоли и здоровой ткани. Вслед за этим производится лучевое воздействие с разовой очаговой дозой 2-2,5 ГРЭ до суммарной дозы 60-66 ГРЭ. Для осуществления локального охлаждения использовались на первых этапах экспериментально созданные модель криоаппарата с регулируемыми параметрами криогенного воздействия и затем серийно производимые криогенные медицинские аппараты, в том числе портативный аппарат Крио-05. На представленном слайде видно, как в процессе криолучевого лечения происходит регрессия новообразования. Местно распространенный базально-клеточный рак кожи с осцевидной области с поражением ушной раковины у пациента 81 года, страдавшего с сопутствующими заболеваниями в частности мерцательная аритмия, хроническая почечная недостаточность. В процессе лечения происходит регрессия опухоли, причем границы ее остаются под контролем, и затем полная регрессия новообразования с сохранением форм и функций тканей в данной области. Распространенный базально-клеточный рак кожи верхней губы у пациентки с поражением тканей носа. Также видно, как происходит регрессия опухоли в процессе креолучевого лечения, и затем полная регрессия новообразования с сохранением форм и функций органов лица. Данные пациенты наблюдались далее без признаков рецидива заболевания. Креолучевое лечение проводилось в наиболее сложной группе больных, страдавшие крайне распространенными, иногда неоперабельными формами базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи головы и лица. У 90% больных опухоль поражала наиболее сложную H-зону. Сохранение форм и функций тканей в этой области имеет особое значение для качества жизни пациентов после лечения. Креолучевой метод позволял достигать полной регрессии распространенных новообразованием с сохранением форм и функций лица. С успехом проводить лечение больным пожилого и преклонного возраста, также при этом сохраняя эстетический и внешний вид формы и функции органов лица. На данном слайде также пожилая пациентка местно распространенный рак кожи носа до и после лечения полной регрессии новообразования. Также метод создал новые возможности для лечения пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Больная поступила в клинику после острого нарушения мозгового кровообращения, и полной регрессии опухоли после креолучевого лечения без осложнений со стороны общего состояния. Метод позволил возвращать к полноценной социальной и трудовой жизни пациентов молодого трудоспособного возраста, также с сохранением жизненно важных органов лица, проводить эффективное лечение больных в неоперабельных ситуациях, крайне распространенной формы рака кожи в височной и затылочной областей с поражением ушной раковины, после лечения также полной регрессии опухоли. Также были отмечены длительные и стойкие излечения пациентов после лечения по поводу крайне распространенных форм рака кожи. В данной ситуации плоскоклеточный рак кожи нижней губы с распространением на область щеки, верхней губы, угол рта, и тот же пациент уже у себя дома через 10 лет после лечения без признаков рецидива и метастазового заболевания. Больная первично-множественный базально-клеточный рак кожи головы. Одна опухоль локализуется в правой височной области с разрушением ушной раковины, и другое новообразование на коже левой височной области. Та же пациентка через 14 лет после лечения без признаков рецидива заболеваний, с сохранением ушной раковины и функций слуха. Общая частота рецидивов рака кожи после лучевого лечения не превысила 10%, что, учитывая большую распространенность новообразований в данной группе, показывает высокую эффективность данного метода. Таким образом, применение современных криогенных лечебных технологий криохирургического и криолучевого методов позволило в целом достичь полной и стойкой регрессии более чем у 90% больных с хорошими эстетическими и функциональными результатами. Необходимо отметить, что обязательными условиями для эффективного криогенного лечения является соблюдение научно обоснованных лечебных технологий, применение методов по показаниям в зависимости от клинических и морфологических характеристик опухоли, а также соответствующее оснащение и опыт хирурга, что позволяет достигать высоких лечебных результатов. Благодарю за внимание.